Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Не дороги, а направления. Жители Кокпикнинского района на востоке Казахстана жалуются на состояние трасс, соединяющих села с райцентром. Сейчас местные власти пытаются привести их в порядок. Хотя временного ремонта хватит лишь на 2-3 месяца, признаются сами специалисты, но другого выхода пока нет. По бывшему асфальту, о котором напоминают лишь рваные ямы, проехали и наши корреспонденты. Анна Лесенбердина расскажет. Дорог нет, можно сказать. Если бы были дороги, раз и так сидели, и бы мучились. Для Рашида Кайрбекова, водителя авто нашей съемочной группы, эта поездка оказалась особенно тяжелой. Не говоря о выруливании ям, еще и машину пришлось ремонтировать дважды. Вот наглядный пример, какое состояние дороги. Уже второе колесо за сегодня меняем именно в этом районе. Халилу Разбаев же ездит по этим трассам ежедневно. Сегодня выехал в гости к родным соседнее село Ольглю Малши. Теперь думает, как бы добраться домой без происшествий. Проблемы очень большие, потому что вся ходовая, плохая дорога, ходовая у машины портится, яму ловишь. Это сразу же хорошую яму поймал, надо ехать в город, делать схождения. Это не сделаешь, значит колесо уже покупать новое надо. Водитель школьного автобуса Салават Жолаев же боится не за свой транспорт, а за пассажиров. Им всего от 5 до 17 лет, не считая сопровождающего. Четыре раза в день, в две смены Салават возит детей в Улькен-Быкен и в сел, где нет школ. Да, асфальт обязательно нужен, конечно опасный. Качает автобус, кидает, дети маленькие, начальные классы учатся тоже. Яма на яме, я детей вожу, за детей боюсь, могут упасть. Местные власти же отмечают, что пока могут лишь провести минимальный ремонт. Это грядировка и профилировка трассы Улькен-Быкен-Кокжаев-Люблюмаши и еще нескольких. Но это только временное их выравнивание. Данный вид ремонт проводим в рамках летнего содержания автомобильных дорог. Это примерно должно хватить на три месяца. Потом еще будет осенний профилировка данной дороги. Данная дорога соединяет семь населенных пунктов района. Интенсивное движение здесь большое. Конечно, здесь было бы хорошо положить асфальтобетонное покрытие для удобства населения. Только стоимость проекта превысит миллиард тенге. В районном бюджете таких средств нет. Поэтому и вынуждены здесь делать профилировку за 3,5 миллиона весной и за столько же осенью. На летнее содержание дорог в Копектах выделили всего 15 миллионов тенге. По области же на ремонт трасс сельской местности в этом году планируют затратить около 7 миллиардов. И на эту сумму привести в порядок почти 300 километров. Жители района надеются, что в список попадут хотя бы часть дорог и в их районе. Анна Лисенберзина, Жигир Пабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Больше 30 миллиардов тенге задолжали казахстанцы по налогам на транспорт. Из них почти 27 миллиардов. Это основная сумма. Еще около 4 пени. Рейтинг самых больших долгов возглавил Алматы. Жители мегаполиса накопили больше 6 миллиардов тенге. На миллиард отстают автовладельцы Алматинской области. Замыкают тройку лидеров столицы. В Нур-Султане не выплатили около 3 миллиардов тенге. По числу должников на первом месте Алматинский регион. Обязательства по налогам не выполнили здесь 165 тысяч человек. На втором Алматы 107 тысяч. И на третьем Туркестанская область 104 тысячи. Я хочу напомнить, что согласно нормам налогового кодекса, за каждый просроченный день после срока уплаты налога начисляется пеня. Она рассчитывается по специальной формуле. Включается ставка на Национального банка. Для уплаты налога на транспорт и основной суммы налога на транспорт, а также и пени, идти в органы государственных доходов не нужно. Есть у нас проекты банка второго уровня. Дефицит питьевой воды испытывает почти половина населенных пунктов Жанакурганского района Казалардинской области. За 7 лет в рамках государственных программ на решение проблемы потратили около 11 миллиардов тенге. Однако дорогостоящие проекты не принесли ожидаемых результатов. Причины выясняла Райхан Тажибаева. График подачи питьевой воды в поселке Жанакурган, да и не только, расписан по часам. Под него уже не первый год вынуждены подстраиваться местные жители. Это, говорят, доставляет массу неудобств. Полчаса-час течет от силы и снова нет воды. Тяжело очень. Приходится все дела откладывать, чтобы запасы пополнить. И мы мучаемся. И скотине тоже плохо. Конечно, проблем с водой очень много. Дают ее по часам. Здесь когда-то были трубы. В 70-е годы прокладывали. Сейчас они полностью сгнили. Местные власти обещают решить проблему. Для решения проблемы в 2014 году в районе приступили к строительству Сардариинского и Талапского групповых водопроводов. Общей мощностью 9 тысяч кубометров воды в сутки. Они должны были обеспечить качественной питьевой водой 27 населенных пунктов района, где проживает около 43 тысяч человек. На реализацию проектов сначала по программе Ахбулах, затем Нурлышол потратили около 11 миллиардов тенге. Однако введенный в прошлом году Сардариинский групповый водопровод в полную мощность заработать так и не смог. Гидрообъект из проектных 5 тысяч кубометров воды в сутки выдает только полторы тысячи. На Талапском головном водозаборе по проекту были сооружены 8 скважин. Из них сейчас по полной производительности работают. По проекту, если нам нужно было получать воду в пределах 64-65 кубометров в час, мы сейчас, дебит воды у нас фактически всего 35-40 кубометров. Это не позволяет в полном объеме обеспечивать питьевой водой население, которое находится по Сардаринскому водоотводу. В этом году планируется вот второй линии Талапского группового водопровода. С его запуском, говорят специалисты, нагрузка на главный водозабор района резко увеличится. Для нормальной работы потребуется установка дополнительных насосов. Средства на них уже изыскивают. Ну а пока вопрос решается, живительную влагу люди продолжают получать по часам. Райхан Тажибаева, Канат Нинсибаев, Айтмухамед Вайдулдаев, Казлардинская область, Хабар-24. На бумаге игровая площадка, а по факту пустырь. Жители одного из ЖК в столице пытаются заставить застройщика довести до ума незавершенный объект. Несколько высоток заселили еще пять лет назад. Но ни паркинга, ни детской площадки там все еще нет. Зарина Бесембина в этом убедилась. В это сложно поверить, но мы находимся в самом центре левого берега столицы. И здесь по проекту должна быть детская площадка. Вы сами видите, в каком состоянии находится двор. Жильцы этого жилого комплекса на протяжении пяти лет не могут добиться от застройщика элементарного благоустройства. Владельцы квартиры Алтеншар рассказывают, когда вкладывались в строительство, в проекте были и паркинг, и детские площадки с уютными дворами. После заселения представители компании обещали довести все до ума. Однако слов не издержали, ссылаясь на отсутствие денег. У них привычка, вот это начали строить, до ума не доводят, заводят другой проект, чтобы люди деньги туда вкладывали. Бахстан объявили, Алтеншар 2 вон. А мы остались со своими проблемами без двора, без паркинга, без входных подъездов, без озеленения, без благоустройства, без детской площадки. Они другой проект объявляют, красиво все. Мы сами тоже в свое время вот так вот обманули же. В прошлом году жители этого жилого комплекса выиграли суд, который обязал застройщика возвести недостающие объекты. Но даже спустя год ничего не изменилось. Сейчас мы заключили договора, заказали уже малые архитектурные формы, в том числе это будет оснащение детских игровых площадок. В конце месяца следующего, я думаю, так уже поставщик привезет всю оснастку и детские спортивные площадки будут уже оборудованы. Касательно благоустройства, мы договор уже заключили, определен уже подрядчик. К числу примерно 20 мая, по плану, мы начинаем работу по благоустройству. Будет выполнен асфальт, брусчатка будет восстановлена. Проблем в жилом комплексе хватает не только снаружи, но и внутри. В 25 этажках нарушены все нормы пожарной безопасности. Отсутствуют огнетушители и рукава. Позже выяснилось, что сотрудники КСК прячут их в подсобке, потому что ранее часть инвентаря вынесли воры. Вы так и будете их держать у себя? Нет, не будем. Сейчас, вот смотрите, теперь мы людям хотим объяснить. Мы хотим на каждый этаж хотя бы, но на каждом этаже стояли по одному. Мы вот вчера просмотрели, их нету. Сейчас опять по одному поставим и опечатаем. А пока жильцы опасаются, в случае пожара, пока огнетушители пылятся в подвале, они ничем помочь себе не смогут. А спасатели к ним просто не проедут. Потому что из-за отсутствия паркинга весь двор заставлен машинами. Вот что творится здесь с автомобилями, здесь невозможно. Это сейчас днем уже разъехалось, 70% машин разъехалось. А что ночью творится? Здесь ни пожарка не пройдет, ни скорая не пройдет. Может быть, к концу года паркинг введем. От чего это зависит? Почему паркинг ввезет? У нас закрыто было финансирование, закрыты были наши банковские счета. Но тем не менее, вы же продолжаете строить другие ЖК. Разные источники там. Другие источники финансирования нельзя было принять для того, чтобы достроить? Нет. Компания по финансам идет целевое использование денежных средств. По словам застройщика, уже в следующем месяце на месте перекопанных дорог и автомобильной парковки появится, наконец, детская площадка. Правда, сами жители жилого комплекса верят в это с трудом. Зарина Бесембина, Аяд Дусимбаев, Хабар, 24. Тела двух 17-летних подростков обнаружили в гараже одного из частных домов в городе Жаркенте в Алматинской области. Их нашли родственники одного из погибших. При осмотре места происшествия полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Сейчас выясняют подробности. По предварительной версии, потерпевшие отравились парами бензина при ремонте автомашины. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 156, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Алматы задержали водителя самоката, который сбил 4-летнего ребенка. Им оказался 24-летний житель Элийского района Алматинской области. По словам сотрудников полиции, мужчина сразу же признал свою вину и заявил, что скрылся с места происшествия, потому что испугался. Напомню, случай произошел в центре города. Женщина с четырьмя детьми шла по пешеходному переходу, когда сбили ее сына. Мальчик получил ушибы. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Ребенок находится дома под наблюдением врачей. На данном этапе разбирательства на гражданина Б составлен административный катакон по статье 615, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об административном правонарушении объединения в предыдущем области. Спасательная операция на месте обрушения моста в Мехико завершилась. Поиск выживших прекращен. Сейчас идет разбор завалов. По меньшей мере 23 человека погибли. И десятки пострадали. Местные власти подтвердили, что среди жертв были дети. Отмечу, мост находится на юго-востоке столицы. Он обрушился, когда по нему шел поезд. Конструкции рухнули на автомобиле, которые проезжали под мостом. Наша основная задача – оказывать помощь людям, находящимся в больницах. Оказывать помощь родственникам жертв, которые, к сожалению, погибли. Прокуратура проведет расследование, сделает все экспертные заключения, чтобы выяснить, что произошло в этой аварии. Работать из дома или вернуться в офисы – что безопаснее и эффективнее? Этими вопросами сегодня задаются миллионы работодателей, по мере набирающей обороты вакцинации и постепенного смягчения ограничений в странах. Оказалось ли удаленная работа по итогам 2020 года действенной и как будет выглядеть офисное в будущем? Поясняла Айдана Кребжанова. Да, пандемия вынудила работников провести большой эксперимент с дистанционной работой. И вот как это все будет выглядеть в обозримом будущем и какие это выводы – расскажу в обзоре. Одними из первых на дистанционку ушли британские компании во время первого локдауна в прошлом году. И судя по данным недавнего опроса ассоциации CIPD, возвращать сотрудников в офисы в стране готово меньшинство работодателей. По мнению 71% представителей компаний удаленка либо увеличила производительность сотрудников, либо просто никак на ней не отразилась. Поэтому сейчас по мере ослабления ограничений компании вполне не прочь практиковать так называемый смешанный формат работы. Об этом говорят результаты опроса социологов компании Institute of Directors. Согласно их данным, сегодня 63% британских руководителей планируют разрешить сотрудникам трудиться из дома от одного до четырех дней в неделю. Если говорить о самих британцах, желающих навсегда забыть об офисной жизни, не так много. Только каждый десятый хотел бы полностью перейти на дистанционный формат. Еще до пандемии не раз поднимался вопрос о дистанционном формате. Коронавирус просто ускорил процесс перехода. Сейчас главное техническое обеспечение и бесперебойная связь. Если это организовано, физическое присутствие не обязательно. Как мне кажется, работа будущего будет отличаться от той, к чему мы привыкли. Сидеть в офисе с 9 до 6 старый формат. Еще больше людей начнут работать из разных точек. И производительность от этого не станет меньше. Обязательной для офисов дистанционная работа стала во Франции. За нарушение даже ввели штрафы. Но уже с 9 июня каждая компания сможет решать, где держать своих сотрудников. И вот тут мнения разделились. Согласно местному опросу, к удаленному формату полностью приноровились небольшие компании или стартапы. Некоторые из них, по данным СМИ, намерены оставаться на удаленке и после санитарного кризиса. При этом иного мнения крупные компании. Согласно данным опроса Французского института по изучению общественного мнения, для 55% людей офис – это не только место для работы, но и пространство для общения. Важность этого, кстати, подчеркивают и эксперты. Офис помогает поднимать корпоративный дух, генерировать общие идеи и повышать мотивацию. А значит, производительность. Работать из дома, конечно, здорово, но важно получить и живое общение. Особенно в Париже, где многие снимают крошечные квартиры. Нельзя умалять роль социальных связей. Как по мне, смешанный формат самый эффективный и менее затратный. Прощаться с дистанционной формой работы не планируют и в США, где, по данным доклада платформы Upwork, уже в этом году работать удаленно будет каждый четвертый житель. Поэтому многие компании продолжают адаптироваться к этим реалиям с учетом полученного опыта. Полностью работать из дома, даже после пандемии, разрешили, например, своим сотрудникам компания Facebook. Для этого им нужно подать лишь заявку на одобрение менеджера. Эксперты отмечают еще один феномен, порожденный пандемией. Это охота на удаленщиков, как на потенциальных туристов. К примеру, власти Гавайских островов разработали программу, которая позволяет американцам из других штатов работать на свою компанию, будучи на Гавайях по особым скидочным условиям. Идея в том, чтобы заработанные сотрудниками деньги тратились на островах. И это компенсировало убытки турбизнеса. Таких людей уже называют цифровыми кочевниками. Недавно продемонстрировал свой опыт самой оригинальной удаленной работы шотландец Джейсон Гриффин. Он организовал себе кабинет, подвешенный на скале над морем на острове Анкси. Я целый день проведу в офисе, подвешенном на обрыве скалы. Я собираюсь принимать звонки, взаимодействовать с коллегами, сидя на выступе. И продемонстрирую, что работа на удаленке действительно находится удаленно. Работа из дома, что считалось убийцей карьеры, может быть даже более продуктивной. К такому выводу пришла группа ученых из Технологического института Мексики и Стэнфорда. Исследователи подсчитали, что бум работы на дому повысит производительность в экономике США на 5%. В основном это будет вызвано сокращением времени на дорогу в офис. Еще одним последствием перехода на удаленку ученые назвали снижение потребительских расходов в центрах крупнейших городов по крайней мере на 5-10% по сравнению с довирусными. Но есть и негативный опыт удаленки. Это цифровое неравенство из-за разных условий для дистанционной работы. Отсутствие бесперебойного интернета, условий для работы дома и необходимого технического оснащения. То есть дистанционный формат экономит время и может повысить производительность, но при этом требует определенных условий и доступен далеко не для всех сфер деятельности, отмечают эксперты. Как в нашем с вами случае, Вера? Да, ну я в любом случае предпочитаю формат удаленного отдыха, а не работы. Но работа, она все равно работа. Согласна на 100%. Спасибо большое. Данка Ребжанова была с международным блоком. Нам продолжаем. Каким образом загрязнение воздуха сказывается на здоровье детей, выясняют британские ученые. В исследовании участвуют почти 3,5 тысячи школьников. До этого в центре Лондона создали зону сверхнизких выбросов вредных веществ, которая, по мнению авторов проекта, призвана помочь очистить загрязненный воздух и улучшить здоровье населения. Больше расскажут наши корреспонденты. Эти небольшие устройства называются мониторами активности. Они показывают, какой вред загрязнение воздуха наносит здоровью детей. Также с их помощью можно узнать, улучшится ли их самочувствие, если воздух станет чище. Больше всего от выхлопных газов страдают именно дети, отмечают исследователи Лондонского университета Королевы Марии. Уровень загрязнения воздуха нарушает развитие легких у детей, что серьезно угрожает их жизни. Кроме того, плохая экология может стать причиной астмы и других респираторных заболеваний. Дети особенно уязвимы, потому что они очень быстро растут, а загрязнение атмосферы влияет на такие важные органы, как сердце, легкие или мозг. Исследование показало, что загрязнение воздуха замедляет рост легких у детей, а это, как известно, может привести к различным проблемам со здоровьем в взрослом возрасте. Специальная зона сверхнизких выбросов вредных веществ в британской столице действует еще с 2019 года. Пересекая эту территорию, водители автомобилей, мотоциклов и грузовиков, не соответствующих строгим экологическим ограничениям, обязаны платить за проезд порядка 13 фунтов, это больше 7,5 тысяч тенге в день. Введенные ограничения позволяют ученым сравнивать состояние здоровья школьников на этой экспериментальной территории и в соседних регионах. Для улучшения здоровья необходимо проводить масштабные мероприятия в городе. Первая зона с низким уровнем выбросов действительно снизила уровень загрязнения воздуха в целом, но не повлияла на здоровье детей. Нам нужны широкие общегородские стратегии в борьбе с загрязнением воздуха. Несмотря на небольшой масштаб эксперимента, родители и сами школьники уверены, исследование может привести к реальным изменениям и в будущем привлечь больше людей. Это место является безопасной зоной, потому что машины объезжают ее. Я думаю, что это повод задуматься всем родителям и семьям. Даже если вы живете в сельской местности, вы знаете, что не находитесь далеко от главной дороги, по которой проезжают машины. Тем не менее, если пандемия и локдаун привели к снижению уровня загрязнения воздуха, то образование других химических веществ, таких как приземный слой озона, наоборот увеличилось, считают эксперты. Зауреш Думан, Казахабар, 24. Заехать в Казахстан без визы не смогут жители 54 стран. Правила будут действовать до конца этого года. Об этом заявили в МИДе. По словам представителей ведомства, ограничения связаны с профилактикой коронавируса. В список тех, для кого продлили срок приостановления действия безвизового въезда, попали США, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Германия, Израиль, Италия, Кипр, Корея, Польша, а также Турция и Чехия. Актуализировать работу всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана поручил председатель АНК своему заместителю. В ходе встречи Касымжума Артукаев и Марата Зельханов обсудили дальнейшее развитие организации. Марата Зельханов доложила о работе Ассамблеи, итогах 29-й сессии, актуальных тенденциях в этнополитической сфере и мерах профилактики межэтнической напряженности, а также рассказала о перспективах дальнейшей интеграции этносов и реализации специальных проектов АНК. Институт уполномоченного по правам человека может получить господдержку. Вопрос укрепления потенциала организации на региональном уровне обсудили Касымжума Артукаев и Эльвира Азимова. Амбудсман рассказала о том, что делается в стране для защиты прав человека, женщин, детей и инвалидов. Также в ходе встречи обсудили ряд предложений по расширению поддержки НПО, занимающихся правозащитной деятельностью, гуманизацией уголовного законодательства и привлечению уполномоченного и общественности к законотворческому процессу в области прав человека. Глава государства отметил, что необходимо помогать восстанавливать нарушенные права и законные интересы граждан. Принять необходимые меры президент поручил в рамках проекта закона об общественном контроле, разработанного правительства. Казахстанским школьникам продлили обучение до 19 июня. Об этом заявили в профильном ведомстве. Речь идет об открытии летних школ. Заработают они с 26 мая. Отмечу, посещать образовательные площадки учащиеся будут по желанию, абсолютно бесплатно. Все, что потребуется, это заявления от родителей. В профильном ведомстве надеются, что летняя школа позволит восполнить пробелы в знаниях, которые появились у школьников в процессе дистанционного обучения. Самое большое внимание мы должны уделять слабоуспевающим детям. У нас обычно больше внимания уделяется талантливым, одаренным детям, хорошо успевающим. Но это, честно говоря, есть одна из таких особенностей. Понятно, что эти дети, с ними может быть легче работать, интереснее работать. Но на самом деле основной фокус внимания в этом случае должен быть сосредоточен именно на слабоуспевающих детях. Именно слабоуспевающие дети в этой ситуации имеют определенные риски по снижению своих знаний. Увеличение интервала между первым и вторым компонентом вакцины не связано с дефицитом препарата. Об этом сегодня заявили в департаменте Санэпид контроля Алматы. По словам представителей ведомства, которым вторым компонентом жители города обеспечены в полном объеме, в мегаполис завезли больше 193,5 тысяч доз антиковидной вакцины. Перебоев с поставками нет. При этом граждане, получившие первую прививку до 21 апреля, за второй могут прийти через 21 день. Те же, кто решился на иммунизацию позднее, будут ждать повторную вакцинацию 45 дней. В Карагандинской области к вакцинации подключили мобильные медицинские комплексы. На маршруты вышли 12 спецавтомобилей. Они курсируют в парках четырех городов, а также заедут в райцентры и отдаленные села. По словам специалистов, большую активность проявляют люди среднего и старшего возраста. За три выходных дня в мобильных пунктах привились выше 300 человек. Все они получили первый компонент вакцины «Спутник Ви». При этом второй можно будет получить в любом другом пункте вакцинации, в том числе и в стационарном. Отмечу, в регионе наблюдается незначительный спад уровня заболеваемости ковидом. За последние сутки выявили 240 новых случаев. Случайно еду, смотрю, стоит красивый автобус. Главное, доктор хороший. Психологически он нас подготовил, я ничего не боюсь. Совершенно. Вот этот передвижной медицинский комплекс, это центральная районная больница Женарки. Видите, он современный, оборудован всем необходимым. Есть место, чтобы врач осмотрел, есть место, где вакцинация проводится. Есть место для того, чтобы хранились укладки для оказания неотложной помощи. То есть все создано для того, чтобы люди проявили свою гражданскую позицию активную и провакцинировались. В столице начали масштабную дезинфекцию внутри города. Борются с комарами при помощи специального раствора. Специалисты заявляют, жидкость безопасна для человека. Однако просят жителей закрывать окна, если обработка происходит рядом с домом. Всего обработают в городе свыше 100 тысяч гектаров земли. Это парки, скверы, водоемы и другие участки, где потенциально могут обитать насекомые. Кроме того, есть специальные приборы, которые образуют защитные барьеры вокруг города. Отмечу, эти меры не избавляют от комаров полностью. Они только уменьшают их популяцию. Комары являются экосистемой, поэтому мы не можем их полностью истребить. Но для создания комфортных условий жителей мы стараемся бороться с ними по снижению их численности. На сегодняшний день данная работа ведется для уничтожения личиночных особей. В Мангастауской области в рамках благотворительной акции Ельбасе Жалуа помощь окажут 73 ветеранам. Участникам войны, труженикам тыла, афганцам и чернобыльцам. Сотрудники фонда первого президента совместно с фондом Диктар уже доставили в Актау продовольственные наборы. Фуру с товарами встретили и разгрузили местные волонтеры. Они же и доставят продовольственные корзины до адресатов. Вес каждой, кстати, составляет 130 килограммов. Это мука, картофель, морковь, лук, сахар, макаронные изделия, растительное масло, чай, бытовая химия и средства гигиены. Уже завтра мы приступим к раздаче этих продуктов. Все расфасовано. Наши волонтеры отправятся в Муна-Алинский район и Женаузе. Похоже, Геннадий Головкин определился со следующим соперником. По крайней мере, о предстоящем поединке заявил бразильский боксер Эскива Фалькао. В одном из интервью он заявил, что титульный бой должен состояться в августе. Встреча пройдет в Лас-Вегасе. К слову, официального подтверждения этой информации пока нет. В любителях Эскива Фалькао становился бронзовым призером чемпионата мира 2011 года и завоевывал серебро на Олимпийских играх 2012-го. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok